Глубоко уважаемые коллеги, большое спасибо за такое внимание к нашему небольшому опыту. Я не буду скрывать, секрет достаточно прост, откуда у нас взялся афотениб на такое вот исследование. Это часть большого многоцентрового исследования третьей Б-фазы, где наш центр, который в общем-то появился всего два с небольшим года назад и уже имеет достаточный опыт лечения больных первичным раком легкого, немелкоклеточным раком легкого. Обратите внимание, это февральские данные. На тот момент у нас было в базе 100 с лишним пациентов, 101 пациент, но сейчас их очевидно больше, с выявленными мутациями гены GFR. И на этой базе мы и провели исследование, включили мы за 9 месяцев 35 больных. Здесь все достаточно просто. Мужчины, женщины преобладали. Женщины, конечно, в основном это не курящие. Ну и, как правило, это распространенный опухолевой процесс в относительно удовлетворительном состоянии. Что касается вариантов. Вадим Михайлович сказал насчет плоскоклеточного рака. Обратите внимание, у нас было трое пациентов с плоскоклеточным раком. Дело в том, что... И один пациент с аденоплоскоклеточным. Дело в том, что в этом исследовании было разрешено включать любые варианты молекулярно-генетических нарушений, то есть мутации гена GFR, в том числе и в 20-м экзоне. Именно поэтому двое из этих пациентов плоскоклеточным раком были с мутацией гена GFR в 20-м экзоне. Обратите внимание, 4 пациента были с метастазами в головной мозг. Смею вас уверить, мы не пытались провести активное лечение только афотенибом. Эти пациенты, прежде чем они начали лечение афотенибом, была проведена лучевая терапия с хорошим эффектом на метастазово-головной мозг. Вот так выглядел спектр мутаций, которые попали для тех пациентов, которые попали в это исследование. Я подчеркиваю, что это все-таки было международное исследование, и мы действовали в рамках утвержденных там критериев и рамок. И если, скажем, в случае, то есть объективный эффект мы оценивали достаточно просто, рецист 1.1, нам предоставлялся выбор, мы решили, что так нам будет проще. И, в общем, обратите внимание, 20 больных полный или частичный эффект при контроле росту опухоли 94,3%. То есть практически все больные, те самые 100%, за небольшим исключением, о котором я чуть больше поече скажу. Вот так на февраль выглядела кривая времени до прогрессирования. То есть на момент, мы начинали программу в апреле, в июнь, в сентябре мы подписали согласие на участие, в конце октября появился препарат. И вот на этот момент вот так это выглядела кривая выживаемости без прогрессирования. Сейчас она выглядит несколько иначе. Некоторое отклонение ее объясняется в первую очередь тем, что начали прогрессировать пациенты, которые начали лечиться до 100 первыми, и которые сейчас потихоньку подошли к прогрессированию процесса. Мы достигли медианы времени до прогрессирования. Оно превышает где-то около 15 месяцев. Однако вот что касается выживаемости, сказать ничего пока не могу, поскольку почти все пациенты, 80% больных, продолжают то или иное лечение. По поводу токсичности. Ну, в общем, как и ожидалось, основные проблемы, практически все больные испытывали тот или иной вариант побочных эффектов. В первую очередь это диарея. Кожные токсичности, как оказалось, у наших пациентов было довольно много. Ну, вот посмотрите, 74,3% это первая и вторая степень, при этом диарея было немного больше. А вот последняя колоночка, третья и четвертая степень, в общем, случаи значимой токсичности, которая предполагала и редукцию дозы, или отмену препарата, в общем, были не так чисты. Как выглядела, так скажем, клинически значимый профиль безопасности? Если, как я уже сказал, практически все пациенты испытывали те или иные побочные эффекты, то редукция дозы препарата первой ступени до 30 мг нужна была практически у половины пациентов. И из них, еще у шести больных, потребовалось снижение дозы до 20 мг. Обратите внимание, мы, в общем, вынуждены были отменить двум пациентам лечение в связи с токсичностью, которая не могла быть, то есть все равно случалось и на дозе 20 мг. Здесь, оговорюсь, один из пациентов, это полуплоскоклеточный рак, у него был достаточно специфический побочный эффект, который попал вот как раз сюда, в мукозиты, у него был геморрагический бронхит. Мы ничего подобного не видели, когда пациент пожаловался на кровохарканье, ну, в общем, очевидное, наверное, прогрессирование процесса, но при контрольной бронхоскопии, которая, в общем, сделана была почти сразу в момент обращения, был геморрагический мукозит, вот такой геморрагический бронхит, ну, в связи с чем мы прекратили лечение. Лечение не возобновлялось, даже тогда, когда он достаточно быстро, побочный эффект редуцировался, мы делали контрольное обследование, и, в общем, это совпало с прогрессированием основного заболевания. Одна пациентка, молодая женщина, не переносила в том числе и 20 миллиграмм, и при всем ее и нашем желании мы по условиям протокола в связи с превышением длительности перерыва мы уже не могли ее лечить в рамках этого конкретно клинического исследования. Два примера. Вот одна из наших пациентов, в общем, здесь женщина уже 62-х лет, которая была оперирована в 2010 году по поводу раннего рака легкого. В сентябре 2013 года прогрессирование процесса, мы верифицировали это прогрессирование, и по результатам цитологического заключения аденокарцинома по цитограмме, опять же, с помощью молекулярно-генетической диагностики, которая предоставлялась в рамках программы «Русско», конкретно в 62-й клинической больнице, была выявлена мутация, дилеция в 19-м экзоне гена ИГФР. И пациентка, попадая к нам в протокол, назначается афотини в дозе 40 миллиграмм. Вот так выглядело до начала лечения один из срезов. Вот так у нас был зарегистрирован выраженный эффект буквально спустя 2,5 месяца после начала лечения. И в настоящий момент пациентка уже провела фактически 21 формальный цикл терапии в дозе с афотинилом 40 миллиграмм в сутки. При обследовании то, что было выявлено январе 2014 года после двух циклов, полной регрессии, которая сохраняется по настоящее время, при этом токсичность была минимальная, редукции дозы не требовалось. Даже тогда, когда некоторое было повышение креатинфосфокиназа, не очень понятно почему. Но что интересно, обратите внимание, мы в рамках пресс-скрининга протокола Аура, как раз АЗД-92-91, это как раз ингибитор теразинки нас третьего поколения, мы решили попробовать с помощью наших коллег из молекулярно-генетической лаборатории Евроген, посмотреть, а что там внутри. Поскольку сейчас у пациентки, по данным последнего исследования, не было проявлений заболевания, мы посмотрели, что будет в плазме. И обратите внимание, у этой пациентки мы нашли мутацию Т790М и не нашли исходной мутации для С19-м экзони. Что это значит, сказать сложно, будем ждать, наверное, нужно ждать прогрессирования, в какие сроки оно будет клинически значимым, пока не знаю, но пациентка продолжает принимать афотинип. И вторая пациентка, в общем, тот же возраст, перифический рак, но здесь у нее исходно была более распространенная стадия заболевания. Оперирована она была в онкологическом центре в декабре 2012 года. В связи с распространенностью заболевания, согласно формальным стандартам, мы, в общем, на тот момент не знали мутационный статус. Сейчас назначается химиотерапия по клетоксовскарбоплатинум-4 курса. И вроде бы все ничего, но в октябре 2013 года появляются метастазы в лимфозы средостения, в легкие и в головной мозг. Ну, в преддверии ожидания протокола мы проводим ей лучевую терапию в октябре 2013 года на метастазы в головной мозг. Метастаз был малосимптомный, но, тем не менее, минимальные симптомы были. К этому моменту мы выполнили генетическое исследование и выявили мутацию в 21-м экзонигене GFR. Тоже с помощью программы расширенного доступа русско. С 11-го, с ноября 2013 года по октябрь 2014 года пациентка продолжала получала афотениб. Начинали мы со стандартной дозы. Ну, в общем, все достаточно быстро на этой дозе, буквально через 3 недели, развивается токсичность третьей степени, сыпь и диарея, отмена препарата на 2 недели. После этого мы, согласно правилам, редуцируем дозу до 30 мг в сутки, которую она получает достаточно долго. Был эпизод, очередной эпизод токсичности третьей степени, кожная сыпь, который потребовал отмены препарата уже здесь на неделю. И с помощью системной терапии и локального лечения мы, в общем, получаем выраженную редукцию побочных эффектов и продолжаем лечение в прежней дозе до августа 2014 года. Где отмечается, достаточно развивается, вновь выявляется, да, токсичность она была первой степени, теперь она и была первой степени. И вот у нее появляется третья степень. Сначала вторая, а потом третья. Вот так это все выглядело. Я думаю, что это место поражения кожи не очень красиво это выглядит, но это все было спекшееся в единый конгломерат, корки такие. Расчесать это все было невозможно, инфекция, соответственно. Очень может быть, что это связано как раз с тем эпизодом, точнее с курсом лучевой терапии, который был проведен в связи с метастазами в головной мозг за год до развившегося состояния. Возможно, это вот вариант такого позднего послучевого дерматита, насловившегося на токсичность таргетного агента. Отменяем препарат, хирургическая обработка, в общем, консервативные мероприятия дополнительные. Все, в общем, достаточно быстро разрешается, и мы редуцируем, соответственно, дозу до минимально допустимой, до 20 мг в сутки, на которой пациентка остается до прогрессирования заболевания в конце октября 2014 года. Ну вот, какие промежуточные выводы по опыту введения вот этих 35 пациентов, это достаточно много курсов лечения, уже можно сделать. Ну, во-первых, те побочные эффекты, с которыми мы столкнулись, как правило, они вообще характерны для всего класса ингибиторов теразинкиназ, имеющих отношение к активирующим мутациям гена НГФР. Вопрос веса пациента и вероятности редукции дозы. Я очень аккуратно этот вопрос задал, потому что у меня нет готового ответа, потому как, как правило, те пациентки, которым мы были вынуждены редуцировать препарат, они были маленькие. То есть это 50 кг и меньше. Мы не готовы сейчас провести данные анализа, сказать, что, наверное, с этим связано, но, по крайней мере, для нас сейчас понятно, что у пациентов с исходно небольшим весом надо быть готовым к тому, что побочные эффекты на стандартной дозе более вероятны. Третья степень токсичности. Строго говоря, это элемент, ну, скажем так, может быть, неготовности пациентов и наших недоработок, потому что, очевидно, совершенно большую часть эпизодов токсичности третьей степени можно предупредить и проговорить. И главное, чтобы пациент вовремя об этом сказал. Не отмахнулся от каких-то проблем, которые раз были сегодня до второй степени, а завтра уже и третья. А вовремя предупредил доктора и решил, что будет делать дальше. Как правило, третья степень токсичности диареи и мукозитов, они развивались достаточно быстро, рано, от момента начала лечения. Это всего первые шесть недель. Именно поэтому это вот самый важный период наблюдения за пациентом. И вот из нашего, в общем, небольшого опыта, который, в общем, оказался самым большим по групповому опыту в Европе в этом исследовании, у нас были, в общем, прекращение лечения по побочным эффектам, по токсичности, было достаточно редко. О них я уже говорил. Из них одно вот серьезное нежелательное явление, которое было для нас, в общем, совсем неожиданным, но, в общем, не оно изменило судьбу пациента. 20-й экзон, мутация в 20-м экзоне, у больного как раз был плоскоклеточный рак. Что радует? В общем, мы подтверждаем, что контроль объективный эффект, частичный и один полный, достаточно почти 60% больных. Контроль роста опухоли 95%, 94,3%. При этом ставка в 20-м экзоне. Это вот как раз те самые плоскоклеточные раки. Один из докторов задавал вопрос, готовы ли, нужно ли что-то делать. Вот у одного пациента была стабилизация в течение 6 месяцев. То ли это биологические особенности течения заболевания. Он до этого получил две линии химиотерапии. У него вообще такой торпидно текущий плоскоклеточный рак был. Тогда как у второго пациента прогрессирование было зафиксировано практически сразу после начала лечения. Медиана времени до прогрессирования достаточно впечатляет. Мы не проводили анализа разницы, есть ли сейчас разница для пациентов. Мы попробовали, я посмотрел этот момент. Но время до прогрессирования для больных с мутацией в 19-м экзоне и в 21-м экзоне у нас пока не отличалось. Равно как количество объективных эффектов. Чрезвычайно важный момент, что, конечно, выбирая, отвечая на вопрос Владимира Михайловича, что выбрать. На мой взгляд, самый важный момент, это как в спортивных состязаниях, в борьбе. Главный момент – уметь пользоваться тем оружием, которое у вас есть. В общем, это вопрос всего лишь практики и соблюдения некоторых общепринятых правил. Нужно обучать пациентов. Они должны знать и понимать, что и зачем они делают. Если, с одной стороны, мы говорим о случаях, когда возникает ложная тревога, что плохо, и когда пациенты говорят о том, что давайте не будем лечиться. У нас таких случаев не было. Но вот не менее неприятный и, в общем, на мой взгляд, очень важный момент, когда пациенты терпят из-за того, что они получают, видят очевидный объективный эффект, им становится лучше, и они готовы терпеть. Иногда, в общем, совершенно до непонятных границ терпеть побочные эффекты, что, в общем, приводит к тому, что увеличивается вероятность попадания в группу серьезных нежелательных явлений и прекращение лечения. Конкретно в этом исследовании мы не могли эскалировать дозу после снижения дозы до 20 мг. Это было не разрешено, собственно говоря, рамками этого исследования. Хотя, на наш взгляд, это возможно. Что касается самых простых рекомендаций, которые тоже у нас, в общем, тоже созрели. Очень важно наблюдать за больными, особенно в первые полтора-два месяца лечения. И мы считаем чрезвычайно оправданным, целесообразным, если у пациента появляются побочные эффекты, в первую очередь, кожная токсичность, не дожидаться присоединения гнойных осложнений, а, в общем, фактически сразу проводить системное лекарственное лечение стандартным недорогим препаратом доксициклин. И что хотел еще добавить. Вот Вадим Михайлович очень правильно отметил возможность проведения лечения на, казалось бы, прогрессирование заболевания. У нас такой возможности в этом протоколе не было, поскольку прогрессирование по рецисту предполагало прекращение лечения по данному протоколу. Но часть пациентов из этих пациентов, потом, в связи с тем, что мы снимали их с протокола, они продолжали получать ингипетерозинкеназ. Спасибо за внимание. Вопросы? Спасибо большое, Валерий Владимирович. Пожалуйста, вопросы. Пожалуйста, Нина Алексеевна. Нет. Нет, с этим проблем не было. Ну вот у нас было другое, достаточно интересное осложнение. В общем, препарат непростой, но с ним надо просто уметь работать. В общем, в последнее время у нас никаких проблем нет, кроме как невозможность поднять дозу, когда пациенты на этом настаивают. Да, 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 да. Ну, здесь я просто говорю, что это совпало с… буквально мы вынуждены были сделать внеплановое обследование и выявили прогрессирование опухолевого процесса. Поэтому и было прекращено лечение. Валерий Владимирович, а как Вы относитесь к идее интермитирующего лечения? Дело в том, что вот то, что Вы там показали, что в крови определяется ДНК Т790М, да, уже, так сказать, и есть мнение о том, что оно изначально существует, этот клон резистентный. И потом, из-за того, что на фоне терапии ингибитора террозинкиназа вот этот клон чувствительно элиминируется, она начинает доминировать вот этот клон с мутацией. Так, может быть, так сказать, как-то вот делать так, как при… одно время было очень модно в урологии прерывать терапию на какое-то время, да, чтобы восстанавливался чувствительный клон, потому что все равно полностью вряд ли сможем его элиминировать. А потом возвращаться, так сказать, к назначению этого препарата. Идея сама по себе хороша и имеет право на жизнь, но вот что касается анализа всей группы пациентов, которые у нас лечились теми или иными ингибиторами террозинкиназа. Вот мы на данный момент скринировали 12 больных в протокол Аура, как раз с ингибитором террозинкиназа третьего поколения. Те, кто в первой линии получали тот или иной вариант ингибиторов террозинкиназа. У нас оказалось, что мы нашли всего только три мутации Т790М по данным Центральной молекулярно-генетической лаборатории. Не так часто, как нам казалось, что это вот будет, во-первых. Во-вторых, в общем, существует вероятность того, что останется тот самый клон, та самая мутация, и мы вот в плазме крови опять же обнаружили при прогрессировании процесса не Т790М, а исходную мутацию. И, на мой взгляд, вот в этой ситуации действительно оправдана интермитирующая терапия, с химиотерапией и с открытыми возможностями для продолжения использования в перспективе ингибиторов террозинкиназа. В том числе и того же самого, тех же самых. Валерий Владимирович, часто метастазы в головной мозг бывают, да? Вот как Вы лечите этих пациентов на фоне терапии? Ну, в данном исследовании у нас ни у кого не было прогрессирования на афотенибе с поражением вещества головного мозга, вот, по крайней мере, в нашей популяции. Возможно, нас еще ждет, впереди еще 16 пациентов, которые лечатся. Вот, но мы, если речь идет об олигометастатическом прогрессировании процесса, то есть тогда, когда мы говорим о появлении одного очага, будь то одного-двух солитарных очагов в костях, ли это в головном мозге, мы считаем оправданным проведение локального лечения и продолжение терапии тем же самым препаратом. Просто в данном исследовании это было невозможно, ну, поэтому оно и, я не могу комментировать конкретно вот в рамках этого исследования. А так, очевидно, локальный метод и, возможно, продолжение... То есть хирургическое лечение или радиохирургия? Да, да, да. Пожалуйста, еще вопросы, пожалуйста, Инна Алексеевна. Нет, нет, нет. Ну, я, да, я в курсе этих событий. И я более того, я скажу вам, ну, вы это тоже знаете, что вот это исследование третьей Б-фазы, оно предполагает дополнительный анализ исходных образцов, которые, насколько я знаю, по миру все будут собраны, насколько это возможно. И будут проанализированы как раз на предмет Т-790М в исходном материале. Вот посмотрим. Пока ничего сказать не могу. Мы тоже, так сказать, собирали свои образцы и отправляли их в центральную лабораторию. Еще вопросы, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Ну, на самом деле, я бы хотел вот добавить все-таки касательно плоскоклеточного рака. Вот речь все-таки при плоскоклеточном раке общая позиция о том, что мутаций классических или канонических, как их не бывает практически, это колоссальный уже мировой опыт свидетельствует о том, что если выявляется мутация, делиться в 19-м экзоне или 858, то обязательно нужно пересматривать морфологию, потому что это не будет плоскоклеточным раком. Но не канонические мутации, то есть не характерные мутации, они бывают, но они значительно реже бывают, то есть это вообще такие, то есть речь идет о 5 максимум процентах частота этой мутации. И вот в этом случае как раз показан афотиниб, а не, так сказать, ингибиторы тирозинкиназа первого поколения, которые, в общем-то, не будут действовать при наличии этой мутации. Что еще? На самом деле вообще интересные очень данные, одно время были, сейчас как-то я не вижу таких публикаций о том, что патогенез рака легкого, болеют в основном женщины, молодого возраста женщины, не курящие, то есть однозначно не связан, так сказать, имеет какой-то другой патогенез, чем мы с вами привыкли видеть при раке, который ассоциирован с курением. И не исключается гормональный вообще механизм развития опухоли. Одно время выявляли даже экспрессию рецепторов эстрогенов в опухолях, которые имеют мутации. У нас даже была попытка одной больной, мы назначали ингибиторы ароматазы, правда, безуспешно, там уже была какая-то там третья и четвертая линия терапии, но в принципе, так сказать, вот эта идея, она витает в воздухе, и одно время была очень популярна, как-то сейчас о ней забыли. Но вот мне кажется, очень важный вывод из сегодняшнего нашего семинара в том, что вот открываются новые возможности. Реально мы можем переходить с одного на другое, возвращаться к первому, ко второму, и каждый раз с достаточно высокой вероятностью получать лечебные эффекты. И таким образом продлять жизнь больным, и улучшать качество этой жизни, и уходить, или отсрочивать, или как правильно сказать, откладывать начало такого токсичного лечения, которое я очень люблю, химиотерапии. Поэтому вот это, мне кажется, очень важный вывод, который надо учитывать в практической деятельности, а учитывая то, что цена препарата сопоставима, так сказать, с препаратами, к которым мы уже привыкли, в общем, мне кажется, он имеет довольно хорошие перспективы в нашей стране. Спасибо. 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 Спасибо.